Дерево поет, да ладно! А сколько это будет? Четыре часа! Снимаем встречу. Снимаем встречу? Ты помнишь, да, как ты меня подняла и прожила? Да. Встречаться не так, как мы обычно. Да, и я не знаю, что старутся, мне кажется. Мы обнимаемся. Вот, да, отлично. Так, так. Я сказал, я голодный, Оля. Через несколько секунд. Такое даже... Сколько человек работает на тебя? Ты знаешь, было пять, сейчас четыре. Скажи, а кого больше любят девушки? Юмористов или певцов? Ох, нифига себе, это вопрос. Ты знаешь, по большому счету... Потому что, если ты спросишь любую девушку, как мне качество, ты должен обладать мужчиной, это будет... На каком-то фестивале я бегал в плавках по танцевальной площадке, когда мы проводили зарядку для девушек и для мужей, которые приехали на фестиваль. Естественно, это был пляж, потому что мы выезжали как раз в те места, где было море. Вот, мы проводили зарядку. И потом, через несколько дней, значит, мои какие-то друзья сказали, что им кто-то скинул информацию о том, что эти фотографии появились на каких-то сайтах с нетрадиционным содержанием. Я, увидев это, обомлел. И знаешь, что меня успокоило? Что буквально там несколькими сантиметрами ниже были фотографии Брэда Пита, Джорджа Клуни. Я подумал, ну, это хорошая компания. Я с детства старался как-то и в школе появляться не в школьной форме, а в чем-то таком особенном. Но при этом это было не средство привлечения внимания к себе. Это просто, как сейчас модно говорить, это лайфстайл. У меня было пару ситуаций в институте, когда я подошел к красивой, высокой девушке. Она с третьим размером груди мне сказала, пойдем потанцуем. Она сказала, мы вообще по росту не подходим. И я, глядя на ее грудь, удивился. Чуть не подходим, когда мы подходим идеально. Убьет меня за это жена или нет? Мы никогда не снимали друг друга на телефон. Но однажды, когда мы приехали на Новый год в Дубае, я не помню почему. А, она снимала, значит, на телефон наш номер. Не знаю, правда, можно это рассказать или нет. Она снимала на телефон просто наш номер. Я вышел голый из ванной. И так я вышел голый, да. Видимо, что-то произошло. И это все плавно перешло в съемку не номера, а того, что в номере происходит. Мы потеряли карту памяти, говорит наш видеооператор. Очень лидер. Да. Мы потеряли карту памяти. Потеряли в Дубае. Я представляю, как рады видеться дубайские мужчины. Там же все запрещено. В свободном доступе такого нет. А тут карта памяти с таким, понимаешь, пикантным материалом. Так что, возможно, где-то это все-таки есть. Но... Когда-нибудь всплывет. Когда-нибудь всплывет, но, как говорится, разочарования не будет. Я могу быть спокойным. Да, мне не стыдно. Там, где-то... Продолжение следует...